Человек стоит в рамках одного этапа вдоль дороги. Это что-то совершенно невероятное. Но ситуация текущая заключается в том, что в чисто очковой классификации Петер Саган сейчас переходит на первую позицию. Кителю это не очень больно морально, потому что у него все-таки желтая майка. И желтая майка при нем пока остается. Хотя шанс ее потерять на сегодняшнем этапе максимальный практически. И в данном случае, конечно, разрыв еще очень маленький. Но за счет хорошего подвоза, за счет хорошей подготовки этого спорта Петера Сагана. А Саган, в отличие от многих спринтеров, все-таки говорит о том, что этап, да, это, конечно, очень важно. Но при этом ни в коем случае не нужно забывать о главной стратегической цели. А главная стратегическая цель – это все же завоевание зеленого одеяния еще раз. Ну и он действительно, он такой прототип стабильного спринтера. Четко выбирающего свою задачу и четко ее осуществляющего. Сход Марка Кевендиша подпортил статистику также, потому что Кеффвит выигрывал 25 этапов на Тур-де-Франс. И в этом списке он стоял, делил третье место с Андре Ледюком, французом, очень лохматых годов. То есть первая победа у Ледюка была в 27-м году, заключительная – 31-го или 38-го. Бернар Ино побеждал 28 раз, Эдди Меркс – 34 раза. И поэтому, когда Марку говорили, что разрыв вот такой, и вы помните, Лимонду тоже говорили, они удивлялись. Потому что казалось, что Меркс, они, ну, Кеффто, конечно, не помнит, он не видел, как ездил Меркс, но что касается Лимонду, то он застал уже и позднего Меркса, и смотрел, конечно, все по телевизору. И он удивился тому, как, в принципе, маловато. Разница между этим чистым спринтером и человеком, который умел совершенно все, без исключения. Астап спрашивает через твиттер, после схода Кевендиша, Квикстеп, будет работать на спринт-пятаке или сосредоточиться на генерале Квитковске? Квято и с имеющимся живым и здоровым Кевендишем, в принципе, был одной из козырных карт. Квикстеп, кстати, очень интересная ситуация, тут Лефевру пришлось даже взять слово, потому что пошла волной, пошла волна слухов о том, что Шлеков, опа! Ну, это не просто повреждение колеса, вы видите, это с завалом, с небольшим. Вдвоем ребята в горку не поместились на дороге. У Декерта ситуация попроще. Растолкали его, заслали, сейчас он за Катюшинской техничкой сначала посидит, потом еще за какой-то посидит и постепенно через караван от технички к техничке переберется все-таки в основную группу. Декорта очень хороший, стабильный такой индивидуальный ход, плюс к тому, это напоминает ему Бельгию, хотя не ту Бельгию, которую он любит, не Бельгию. Тура Фландрии, длинноватые горы, но тем не менее, он, конечно, вернется и он, конечно, включится. Плавно растет текущая скорость, естественно, идет уже постепенно подъезд к горам, которые решат многое. Ждем с нетерпением гору второй категории, первую гору второй категории на этой гонке. А Холм-Мосс, в данном случае кто-то удивится и скажет, что звучание это не вполне английское, и этот человек будет прав, потому что это уже наслоение валийские. Мы идем по краю Уэльса сегодня, и это уже говорилось, обсуждалось с Герантом Томасом, который является представителем как раз этого территориального образования в рамках Соединенного Королевства. Ну и Холм-Мосс это уже серьезно, это уже почти 5 километров в гору, это 7% градиента, в средних 7% градиента, и куски, которые реально очень крутые. Надо сказать, что одна из последних гор, полутора километровых, вот там средний градиент 9,1%, при этом максимальный градиент глубоко за 20%, ну и снова, и снова мы видим, что места не хватает, тут еще и хотелось топить свою коку или не топить, а хотя бы даже переложить. Кристиан Дурасек вроде опустошил практически всю Мюзету. Сейчас согреет эту коку, она из холодильника, но учитывая окружающую температуру, температуру его тела, сейчас все перегреет. Возвращаясь к вопросу, возвращаясь к вопросу Остапа, касающимся Кевендиша и Квитковски, а в принципе, к сожалению, на Алиджета ставки большие не делаются. Они в основном, он был даже не последним развозящим. При определенном раскладе другого марка можно попытаться мобилизовать на то, чтобы он сам нашел себе нужное колесо и пересек финишную черту в нужном месте, в нужное время. Но, как подсказывает практика, когда разрывали вот этот дуэт и лучший доместик мира, очень многие давали этот титул Марку Реншоу, так и оставался доместиком, так и оставался все-таки подвозящим, оставался раскатчиком спринтерским, а сам, к сожалению, не тянул на эту лидерскую спринтерскую позицию. О, стыки боттл пошел, или не боттл, что-то ему передали-то. Какая-то провизия была передана почти 43-летнему горному королю временному Тур-де-Франс. Долго-долго его держали на этом, но, естественно, судьи из-за уважения, вот так еще что-то передали. Мюзету отдали ему, тоже опять-таки на ней чуть-чуть повисел. Да, фохту сегодня после вчерашнего рейда. Само по себе, если бы он был достаточно свежий, было бы нормально. Ну и прожевывают свои баретты, свои батончики, энергетические кончики Тинькофф-Сакса. Очень хорошо выглядит португалец. Португалец вообще с большим запасом едет по линию и пригодится, я думаю, Кантадору даже и на каких-то определенных достаточно серьезных горах. В общем, так вот, я что прервал такую мысль из-за событий. Дело в том, что что там касается генеральной классификации и генеральщиков, вот стали плодить слухи о том, что братья Шлэк переходят в Куикстеп. В принципе, амбиции Куикстепа, касающиеся расширения группы поддержки, скажем так, до Урана, они... В принципе, эта линия была взята, этот вектор был прорисован, но... И опять меня прервали. Ну, в общем, там категорически все опровергли. Хотя, наверное, они бы были очень качественными горными Грегори, особенно Фрэн. Ну а нам представляет модель подготовки Sky и краткую историю проекта Sky, потому что мы подъезжаем поближе к Манчестеру, и это легендарный манчестерский велодром, где проводились все крупнейшие соревнования, которые только можно себе вообразить. И Иэн Дрейк, один из... Исполнительный директор Британской Велофедерации, говорит о том, что этот национальный центр является фундаментальным элементом развития британского велоспорта. Программа здесь запущена была в 1997 году, с этого все начиналось. И после мы работали с очень многими партнерами, такими как Министерство спорта, такими как Совет по спорту, и в конечном итоге обратились к Sky, ну, к частному спонсору фактически. И это очень хорошо получалось. Мы... Дэйв Брэйлсфорд, босс команды Sky, говорит о том, что программа была победить на Tour de France через пять лет. И в тот момент, когда мы это заявили, когда мы создали шоссейную команду, это казалось шапкозакидательством, но постепенно нас научились уважать, говорит он, и программа была выполнена. Ну, и вот вы видите победу Криса Фрума. Конечно, победу Брэда Уиггинза тоже никто не забыл. Ну, вот подсобные помещения, куда не все вхожи в Манчестерском велодроме. Ричард Фримен, доктор в Британской Федерации, говорит о том, что он отработал на высоком очень уровне в профессиональном футболе и хотел принести свои свежие идеи и то, как можно использовать правильно медицину, не нарушая никаких правил. Найджел Митчелл, который отвечает за диету, который nutritionist, так это называется, должность, говорит о том, что когда он выдвинул свои идеи по поводу того, кака должна быть диета, очень многие смеялись, но на самом деле сейчас очень многие начинают копировать. Кстати говоря, кого интересует, я, правда, не знаю, есть ли это в электронном виде. В принципе, Бичи Спорт, толстенный ежемесячный журнал, посвященный велоспорту итальянский, опубликовал модель питания Sky, они, ну, в общем, несложно, очень многие живут в Италии, Sky-овцы, и, в принципе, это не является настолько прямо закрытой темой, как они питаются, в дни больших гонок, в дни многодневых, буквально завтрак, обед, ужин и все, что между. Обед, естественно, он на ходу, но вопрос в том, что это все в достаточно неплохом доступе, и могу сказать только одно, что объедение там, объедение там и не пахнет, на самом деле, и очень многие психологически на пределе, ну, кто-то из-за режима, да, кто-то из-за вот этих сумасшедших длинных сборов, а кто-то даже просто из-за питания, потому что он привык есть всякие вкусности дома у английской бабушки питаться, а тут его сажают на очень-очень долгое время, на достаточно однотипную, однообразную диету, где вариации очень небольшие, но она очень эффективна, но тут какова ваша цель, да, и насколько это действительно свет клином на ней сошелся, если вы достаточно спокойно, потому что все оправдывается, и вы видите, что это эффективно, и вы достаточно спокойно едите это все, и что-то из этого постепенно становится даже для вас вкусным, хотя это и непривычная модель, откалкиваются они все-таки во многом от британской модели, поэтому британцам в Sky полегче справляться с этими многообразными пудингами, нежели, допустим, тем же самым белорусам. Вот разрыв меньше двух минут, попутно, в основном попутно сейчас уже просто строго попутный ветер несет гонщиков. Фух, ну, что же, с какого-то четвертого, наверное, захода, попытаюсь все-таки добить вот эту тему, то есть, Патрикли Февер сказал о том, что если бы он хотел с толком потратить деньги, ну, вот вы видите, квадрокоптер тоже снимает, вместе с обычным вертолетом, является ли это частью программы, или это чей-то частный, тут сказать затрудняюсь. Ну, и он сказал, что он бы тогда вкладывал деньги в Кантадора, или в Кристофера Фрума. А так он вполне доволен колумбийцем, уран его вполне устраивает, и, да, оруженосцы ему нужны, но такая довольно странная логика, потому что, ну, это понятно, это он отшутился, и тем самым освободил себя от необходимости развивать эту тему, от дальнейших расспросов. Потому что, конечно, на самом деле, Куикстеп ведет эти поиски, и ясное дело, что их агенты пытаются заручиться поддержкой сильных именно многодневщиков, именно горных гонщиков, и в случае, если бы удалось перехватить на рынке, про Конту не случайно идет речь, потому что очень много разговоров о том, что он уже неразрывно связан со спешевайздом, и это будет, видимо, до конца его карьеры, потому что экономически все очень сильно устраивает, и из-за этого сейчас, ну, опять же, до оглашения каких-то официальных вещей я ничего произносить не буду, хотя, в общем, уже насчет ставки на Сагана и на Канан Дейл речь идет еще с февраля месяца о том, что в Деньков Канан Дейл вот такой проект может быть, и это практически безостановочно. Но, да, скорее всего, будет какой-то полюбовный развод, но вопрос в том, что, а, как мы знаем, Лефевровская команда благополучно ездит именно как раз на этой велотехнике, но в случае прихода Кантадора в любую команду, команда сразу перепрофилируется очень резко, и это, конечно, жесткий будет удар, потому что команда-то очень сильная классическая, очень сильная однодневочная, и Кантадор никогда не приходит один, он приходит целой толпой испанцев, которые должны, к которым он привык, которые должны его поддерживать, и, конечно, можно попытаться умерить его аппетиты по части количества гонщиков, которые приходят с ним, но все это достаточно сложно. Фрум, ну, мы знаем, что, в принципе, у Брейлсфорда сложности с тем, чтобы в одной лодке гребли и Фрум, и его английский Визави, который отсутствует на Тур-де-Франс, ну, и, в принципе, скорее они освободятся от Бреда, а освободившись от Бреда, хотя они с ним ведут переговоры, и, может быть, будет продлен контракт с учетами его трековых амбиций, но если он примет решение, что его шоссейные амбиции по-прежнему далеко идут, я, во-первых, совершенно не уверен, то есть я уверен в обратном, я уверен в том, что Уиггинс в любом другом проекте таких вершин супер многодневках, как и Офгандастик в Скайе, конечно, жертвуя всем, жертвуя своей свободой, жертвуя семейной жизни, чем еще, он не достигнет. И, естественно, это будет холостой выстрел, прежде всего для тех, которые вложат в него деньги, в то время как на треке он, конечно, может еще раз осуществиться, он может стать еще раз на прощание олимпийским чемпионом, поэтому нельзя сказать, что это такое совершенно выгодное вложение. Ну, поэтому вот рынок, да, рынок супер многодневщиков, он очень-очень узок, и мне кажется, что, в принципе, Куйбстепу нужно радоваться, что у них есть Уран, прогрессирующий, сильный, неоднократный призер Джерри Д'Италия, и в перспективе победитель супертуров тоже. А насчет Дегенкольба спрашивает Остап же. Правильный вопрос, потому что он действительно актуален. Дегенкольб сегодня выходит на первый план и, в принципе, рассчитывает на то, что желтую майку удастся сохранить в команде, и причем, если будет так, то Дегенкольб может и всю первую неделю продержаться в ней. Такая задумка была, и такая утечка информации уже произошла. Из стана Джаэм Тиману. 2.36 между семеркой лидером и основной группой во избежание недоразумений, потому что многие зафиксировали тот протокол в уме, который образовался после гонки сразу. После вчерашней, но он был изменен, потому что, в принципе, судейская коллегия решила нейтрализовать этап для всех тех, которые были более-менее компактно впереди, ибо был завал, и вообще все было очень нервно, и в избежание всяких попыток протеста, в избежание всех этих напряжений, в результате было принято решение, как говорится, откатить немного результаты, к большому облегчению очень многих, которые не хотели все-таки терять 10-15 секунд относительно первую очередь. Генеральчики не хотели терять относительно Криса Фрума время, потому что Фрум очень здорово вылез вперед, но его доставили практически вперед. И чувствуется, что он, конечно, находится в очень хорошей форме, несмотря на то, что в целом Sky вчера сработала менее компактно, чем она, допустим, работала сегодня. Сегодня все-таки появлялись они впереди, подрабатывали, тоже контролировали темп. Нельзя сказать, что сычковали.